Итак, давайте сперва определимся термином, что такое первичные морфологические элементы кожи. Первичные морфологические элементы кожи – это патологические состояния кожи, присутствующие при рождении или приобретенные на протяжении всей жизни человека. Нужно отметить, что первичные морфологические элементы образуются на неизмененной коже и свидетельствуют о начале патологического процесса. Итак, в сегодняшнем уроке мы будем рассматривать первичные элементы в виде алгоритма. И чтобы легко было понять, проведем простую дифференциацию между этими морфологическими элементами. При определении первичных морфологических элементов мы должны обратить внимание на то, что возвышается ли данный элемент над кожей или нет. Обращаем внимание на содержимое первичного элемента, также смотрим на ее размеры, на цвет и консистенцию. Итак, по нашему алгоритму, первое на то, что мы должны обратить внимание, это поверхность элемента. Возвышается ли он над кожей или нет. Если элемент не возвышается над кожей, то это или макула, или пятно. Но отличительной чертой этих двух элементов от окружающей кожи это их цвет. И благодаря цвету мы можем отличить элемент от нормальной кожи. Чтобы отличить макулу от пятна, мы смотрим на размер этих элементов. Если диаметр элемента меньше 10 мм, то это у нас макула. Если больше 10 мм, то это пятно. В некоторых учебниках макулу и пятно объединяют и называют общим названием, но мне больше превалирует эта классификация. Примером макулу могут служить веснушки, а к пятнам мы можем отнести витилигу, которую мы наглядно можем увидеть на этой картинке. Как видите, диаметр веснушек не больше 10 мм, а диаметр витилигу больше, так как они имеют свойство сливаться. Давайте вернемся к нашему алгоритму. Теперь рассмотрим элементы, которые возвышаются над кожей. Возвышающиеся над кожей элементы мы можем сортировать по содержанию полости. Итак, первый критерий. Имеет ли данный элемент жидкую полость внутри? Если да, то это может быть гнойничок пустула, пузырек визикула или пузырь булла. Чтобы отличить между собой эти три элемента, мы смотрим на содержимое полости. Если содержимое жидкости внутри элемента гнойное, то это у нас гнойничок. Пример гнойничка – это угри или акне, с которыми мы все хорошо знакомы. Если морфологический элемент не содержит гной, но имеет жидкую полость, то это пузырек или пузырь. Они тоже отличаются друг от друга размером. Если диаметр жидкополостного элемента меньше 10 мм, то это пузырек. Если больше 10 мм, то это пузырь. Яркий пример визикулы – это герпетическая цепь, а к булле мы можем отнести послеожоговый пузырь. Таким образом мы разобрали возвышающиеся над кожей элементы, которые имеют жидкую полость. Теперь разберем те элементы, которые имеют твердую консистенцию. Первичные элементы, которые возвышаются над кожей и имеют твердую консистенцию, мы можем разделить на группы в зависимости от глубины расположения первичного элемента. Если элемент располагается поверхностно, то это у нас или папула, или бляшка. Как же их можно отличить? Конечно же по размеру. Диаметр папулы не больше 10 мм, а диаметр бляшки больше 10 мм, и он имеет свойство сливаться. Примером папулы может служить родинка, а яркий пример бляшки – это псориатическая бляшка. И первичные элементы, которые возвышаются над кожей и располагаются в глубоких слоях кожи – это у нас бугорок и узел. Бугорок имеет плотно-эластическую консистенцию и располагается в сетчатом слое кожи, и его размер может быть от 3 мм до 1 см. А узел располагается еще глубже, то есть в подкожно-жировой клетчатке, и его размер может быть от 2 см до 4 см и более сантиметров. Эти элементы оставляют после себя изъязвления и рубцы. Также существует еще один первичный морфологический элемент, то есть валдырь. Его отличительная черта в том, что он является транзиторным или переходящим элементом. Валдырь может просуществовать от нескольких минут до нескольких часов, а потом бесследно исчезнуть. Валдырь характеризуется локальным отеком сосочкового слоя дермы, но в отличие от визикулы, валдырь не имеет полость. К валдырю мы можем отнести укус комара или пищевую аллергию. Таким образом, мы в красце и в виде алгоритма разобрали первичные морфологические элементы кожи. Если видео было полезным для вас, поставьте лайк и поделитесь с этим видео с друзьями. Также, если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok